Правда Вселюбимый не окликнула тебя Лег в млечный путь между нами расстояние Блужает по небу прощальная весна Мерцая сквозь года твоим признанием Пусть они птицы в невестомости парю По крохам горлость всего лишь падая Ты отпущений небес моей иных Теперь приходишь в сны вспоминаем Ты грусть моя невенчанная нежность Ты дальний грех явная печаль Бессонница моя стихи шальные Желанная нечаянная даль Не отвечай, не надо пропасть Не мучайся, ища ответа сердце Родной твой голос тайный сохранит Душой не обещаю, что забуду Душой не обещаю, что забуду Такое доброе, музыкальное и романтичное утро у нас, уважаемые телезрители Вторую получасовку открыла песня на стихи Замечательной поэтессы Гульнары Жубаевой в исполнении Анар Куйшеновой О творчестве Гульнары Жалитовны мы поговорим совсем скоро Сейчас небольшой блок рекламы, после которого встретимся Не переключайте наш канал, оставайтесь с нами Доброе утро, уважаемые телезрители Приветствуем всех, кто только к нам присоединился Ранее мы обещали, что в нашей студии появятся очаровательные гости И вот обещание свое стержали Встречайте преподаватель Октюбинского регионального государственного университета Имени Жубанова, поэтесса Жубаева Гульнар Жалитовна Доброе утро Доброе утро Гульнар Жалитовна, расскажите, пожалуйста, немножко о себе И поэзия, это ваша профессия, состояние души или же хобби? Ну, здравствуйте Мне очень приятно сегодня Доброе утро встречать именно с вами Сказать, что это хобби, это, конечно, мало Сказать, что это профессия, это много Я думаю, что это состояние души Нашли золотую середину все-таки Ну, этому я могу еще сказать, что Поэтессой я себя не мню Хотя слова нередко мне подвластны Не ставлю цели в центре быть И публике внимания домогаться Маститой пешущей, но и без меня хватает братья Не рвусь серьезно с профи Мастерстве тягаться Так иногда пробую пером Стихи с поэзией высокой не ровняю Они лишь в состоянии души Попытка слабая озвучить голос сердца Когда она смеется или грустит Не обижайтесь, что таким апрельским днем Размеренность и ритм души тревожу Просто мне порой гораздо легче Навстречу людям молча выплеснуться ими Гульнар Жалитовна, как здорово нас порадовали Вот так вот приятно встречают наши телезрители В нашей теплой компании Еще и поэтично Гульнар Жалитовна, а как и когда вы начали писать? Ну, я начала писать Наверное, у нас у семьи был культ учебы Мы ездили в арте по тем временам И я закончила, например, два института И это я говорю к тому, что, например, наш институт очень хороший Сейчас в преддверии того, когда студенты собираются искать, куда поступить И дело в том, что не надо искать где-то что-то И мы все время читали, читаемый народ И потом все это привело к тому, что я каждый день вот кого-то читала Ну, Есенина, Блокова, Пушкина, естественно И вот так и полюбила поэзию Это утро мы начали замечательные песни на вашей стихе несколько минут назад Скажите, как так получилось, что ваши стихи начали исполнять? Когда это вот началось? Вы знаете, стихи, они рождаются тогда, когда встречаешься с чем-то красивым, грустным, интересным И когда я влюблялась, когда меня обижали Или я когда кого-то обидела, а потом не могла спать ночами, переживая больше того обиженного человека Тогда и рождались эти стихи Ну, я думаю, что хочу прочесть Грустно порой замечаем вокруг Свыклись глаза с красотою Люди зарылись в обыденный быт Проблемы, уйдя с головою Небесный дар мерить, немалого что Рассветной зарей любоваться Мерцанием звезд, откровенной луной Прозрачной лазурей купаться Тело подставив под солнечный луч Теплым дождем умываться Руки раскинув, валяться в траве Ковровую зелень вплетаться Искристых снежинок, хрупкий узор Песнь бесшабашного ветра В золоте хлебном колосев убор Ковыль на бескрайные степи Что трудное время, проблемы ключом Денег порой не хватает Так это же мелочь в сравнении с тем Мир красочный вздор обнимает А сладкое детство, живая пора Глазенки полны любопытством Безумно тянет вернуться туда В рай сна беззаботно сумбурная Сказочность юности, нежная быль Пылкой весной влюбленность Страстные губы, объятия в ночи Охапкой пахучей сирени Счастье земное под крышей жить Рядом с родными по крови Лепит бочурки, радостный смех Схожесть смешного сынишки Работа по сердцу приносит успех Мечта ввысь полет на распашку Друзья делят горе, ведь жизнь Это миг признаний взрастает, где спашешь Трепетно краю родному служить Другом быть, близким опорой Пусть дочка невестится, сын возмужал Неловко властится к любимой Разве все это не стоит того Чтоб гордо в ненастье не гнуться Шлю каждое утро хвалу небесам За то, что под солнцем родился Месяц задумчиво с неба глядел Звезды в светях немели Верилась в завтрашний день Радостный день Счастье жить сердце имея Замечательно! Я думаю, аплодируют Все наши телезрители Кулинар Жалитовна, а вот рифму Сложно ли подбирать? Бывает такое, что вы сели написать, но не идет рифма Вы оставили и через некоторое время вернулись к этому и дописали И уже все это, знаете, от души Все однажды и навсегда, и ничего не исправляете Вы знаете, наверное, меня допросят наши собратья-поэты Я никогда рифмы не клею друг к другу Вот как получится, как положит Бог на душу, как говорится, так и это Вот в виде вас, например, благодарю судьбу за чувство светлой радости Что вы смогли сегодня подарить искреннюю дружбу, честность вашу Дай Богу детям вашим пережить В чувствах своих были мы подвластны, лишь сердцу Что греха таить? Хоть были мы, ребята, разных весен Но это ни о чем не говорит Это был экспромт Сумасшедший! Руку плескать вам не перестанем сегодня Скажите, пожалуйста, мне такой вопрос интересует В каком состоянии души больше всего происходит вот этот порыв? Когда у вас грустное настроение лирическое Или когда вот все хорошо, и птицы поют в душе, и настроение отличное Вот если сравнивать, в какой период больше идет выплеск? Вы знаете, это, наверное, парадокс Но когда человек сытый и умытый, значит, да, и ухожен, и лежит Ему ничего не пишется Обычно, когда, например, ну, что-то там, какие-то вот эмоции захлёстывают Ну, я уже говорила, например, там, обидел кого-то, да И представляешь, что это неправильное слово вне воробея вылетело И думаешь, как же этот бедный человек там переживает И вот тогда вот ходишь, да, смотришь на кого-то, а мысли уже пишут И я думаю, что это, ну, вот Ты моя безоблачная высь, куда паря Приветы грустные мои не долетает Ты радуга моя на горизонте Где я после дождя семи цветами радости свечусь Ты слеза моя, та, чем я плачу, умываясь Когда взвали твой голос зол или бесцветен Ты моё горе иногда, когда обидевшись мальчишкою молчишь Ну, вот это было написано, когда вот я кому-то обидела, наверное И вот, значит, дома написала Примерно так Гульнар Жалитовна, а кто-то из ваших детей перенял ваше творчество? Ваш талант? Вы знаете, я думаю, что все люди на земле пишут Одни только озвучивают это, а другие, ну, в себе таят И поэтому это Всевышним дано всем Просто кто-то не хочет, чтобы раскрыть душу и как-то А все пишут, поэтому я думаю, что всем моим детям они передались Да, я думаю, и вашим детям передадутся Потому что люди, умеющие слушать, они более важны, чем люди, которые пишут А можно ли научиться строить правильно слог? Или же все-таки... Да, конечно Нет, это я скажу Кто-то сказал, что это 1% таланта и 99% труда А вы первое время брали из кого-то пример С того же Пушкина, Лермонтова? Конечно, это сам под Есенина, сам тоже Рубальскую Значит, да, сам... Конечно, ну, со временем приходит то, что, например, они вот сказали что-то А ты бы хотел где-то что-то изменить А уже нельзя же, это же плагиат Поэтому, значит, я и пишу, чтобы люди запомнили только меня А ваш любимый поэт или поэтесса? Да, мой любимый поэт, это, конечно, я скажу, Асадов Да, и сейчас, если даже в своей современнике Вот, например, у меня есть друзья Вадим Голубев Вот недавно приходил Или же Амадай Утигенов Почему бы нет? Наш коллега Да, я поэтому думаю, что это очень... Как люди, люди могут быть разными Но если у человека есть где-то что-то передающее И которые, колющие и проникающие в душу, он имеет право быть Ну, вот такие замечательные, только что вы прочитали нам свое творение Слух радуется, душа радуется И, конечно же, мы не можем сказать нашим телезрителям С огромной радостью хотим это сделать Что Жубаева Гульнар Жалитовна Имеет удостоверение от Международного Казахского Творческого Объединения Би-Би-Челека-Леме Планета мира Гордость нации Такую медальщину имеет Это очень здорово Вот наша земля славится талантами Спасибо вам большое, что вот этим утром были вместе с нами То, что вы пришли, поделились своим настроением У вас очень тонкая душа И для нас, соседи, конечно же, это просто неизгладимое впечатление произвели на нас И на наших телезрителей, я думаю, тоже Поэтому вот таким вот ранним утром творческий человек проснулся Пришел к нам в студию Дорого стоит Мы всегда рады таким гостям вместе с соседями Спасибо вам огромное Нашим телезрителям хотим напомнить, что у нас в студии была замечательная поэтесса Преподаватель Актибинского регионального государственного университета имени Жубанова Жубаева Гульнар Жалитовна На этом наша программа не завершается Сейчас информационный блок, после которого встретимся И продолжим говорить по теме нашей программы Субтитры создавал DimaTorzok